Еще совсем недавно организация горячего питания оставалась для отдела образования проблемной. Ассортимент предлагаемых блюд не отличался разнообразием. Дети неохотно посещали школьную столовую. Были ситуации, когда 1 сентября не открывался пищеблок потому, что не хватало поваров. Администрация города, зная это слабое место в отделе образования, привлекла к решению проблемы директоров школ. Вопросы решались конкретно по каждому учебному заведению. Пересмотрели работу муниципального предприятия «Школьное питание», где произошла даже смена руководства. И вот теперь можно подводить предварительные итоги. У нас с организацией школьного питания на протяжении последних лет было достаточно много проблем. Я не хочу о них сейчас говорить, потому что сегодня нужно и можно говорить об успехах, достигнутых в этом плане. Мы действительно видим, посещая наше образовательное учреждение, что увеличился процент охвата горячим питанием. И для нас это очень важно, потому что и Министерство образования за этим очень строго следит, и Роспотребнадзор следит. Здоровье наших детей, еще раз говорю, это очень важная тема, и для нас это действительно очень важно. Увеличился процент, улучшилось качество. То есть даже работа с муниципальным предприятием «Школьное питание» сейчас тоже переживает нелегкие времена, но коренным образом меняется ситуация и в этом плане. Средняя школа номер один работает в обновленном здании с 1 сентября. После ремонта полностью преобразилась столовая, причем не только внешне. Здесь абсолютно новое оборудование. Параконвектор, холодильник, электромясорубка и овощерезка, две печи, посудомоечная машина. Расширился штат в столовой, и положительные результаты уже налицо. В связи с открытием школы после капитального ремонта у нас было установлено новое технологическое оборудование в столовую, которое позволяет не только разнообразить меню школьников, но и всегда держать его в горячем виде, в теплом виде, в любое время ученического дня. Питаться дети стали больше. Естественно, мы об этом говорили с родителями в родительском собрании, рассказывали им, какое у нас оборудование установлено, каким образом будет организовано питание. Поэтому родители охотно, особенно родители начальных классов среднего, звена, конечно же, охотно откликаются. И много детей охвачено. 76% на сегодняшний день мы имеем детей, которые получают горячее питание. Либо один раз в день, либо два раза в день. Комбинат школьного питания очень плотно и занимается этим вопросом. Естественно, иногда они запрашивают и наше мнение, на как и какой продукт пользуются популярностью у школьников. Поэтому мы здесь, в отделе образования и комбинат школьного питания, пытаемся каким-то образом эту проблему регулировать. Но дети есть дети. У всех разные вкусовые пристрастия, как и у взрослых людей. Поэтому этот процесс находится в постоянном решении, в постоянном изменении. В средней школе номер 24 столовая небольшая, но славится своими вкусными обедами. У повара Людмилы Витальевны Адамовой поистине золотые руки. Кормит детей она вкусно и разнообразно. Даже капризные школьники начинают есть кашу. Вот эта порция, первая смена, вот 75 гречки, она рассыпчатая, ее кажется много. Гречку едят дети? Ну, как вам сказать? Кто как? Кто опять на любителя? Да, опять на любителя. Мы пытаемся, всегда наши объясняют о пользе гречки, особенно с начальных классов. Когда начальные классы питаются, Людмила Витальевна говорит, что дети практически все начальные классы едят гречку. Потому что учителя стоят и объясняют пользу каши. То, как мы питаем наших детей, как мы им помогаем во время образовательного процесса подкрепиться, прийти в столовую и получить действительно качественную, вкусную продукцию. Да если еще учителя и рассказывают о том, почему нужно есть гречневую кашу и почему у них именно в рационе каши присутствуют, это тоже для нас очень важно. В средней школе номер 40 к нам присоединилась директор предприятия «Школьное питание» Марина Евгеньевна Пелягина. В этой школе ее предприятие внедряет современные технологии в обслуживание. В лице администрации школы она нашла поддержку и понимание. У нас в этом году с октября месяца, буквально в сентябре еще не очень обстановка была, но благодаря школьному питанию, отделу образования, администрации города у нас наконец-таки наладилось с поваром. Повар поменялась, пища очень хорошая теперь. Мало того, значит, если раньше мы только могли попитать до 12 часов и все, теперь у нас до 4 часов столовая. Буквально вот вчера прихожу, ребенок в 3 часа хочет есть, потому что пришел на баскетбольную секцию, просит порцию, она тут же повар, вежливая, тут у нее все есть и она предлагает, и ребенок и в 3 часа может покушать. Пища дешевая, потому что за 25 рублей и первое, и второе, и чай или какао, это в данное время, в наше время очень дешево. Поэтому 1 декабря была на собраниях, общее собрание сначала было, потом по каждому классу пошла, и родители, например, восхищение и благодарность за то, что в школе самое главное должно быть питание, а оно сейчас у нас есть. Есть уже кухонные рабочие, чем тоже страдали. Кухонные рабочие добросовестно вымывают стаканы, ложки, раньше тоже претензии к этому были, теперь это уже наладилось. По электронке нам посылают меню, мы уже с вечера знаем, какое будет, то есть вывешивается, и дети видят стоимость, то есть не спрашивают постоянно, сколько стоит булочка или чай, а все у нас гласно, все вывешено, родители могут проверить. И самое главное, значит, приезжает с нами школьная карта, называется «Устанавливать терминалы». Значит, терминалы, через которые родители будут вкладывать, значит, деньги и будут в любой момент смотреть, что ребенок их покушал. То есть или все время пиццу только берет, или берет, допустим, и чай, и горячее что-то, то есть отслеживание будет хорошее. Предприятию «Школьное питание» пришлось полностью пересмотреть подход к организации горячего питания. Мы постарались сначала разнообразить рацион питания, чтобы блюда были разнообразные, чтобы детям было интересно и вкусно. Соответственно, отсюда вытекает уже охват питания, а отсюда товарооборот наш. И мы потихонечку выходим в плюс, как бы медленно, но верно мы начинаем получать прибыль. Мы увеличили зарплату поварам, кухонным, то есть чтобы людям было интересно работать. Соответственно, вовремя ее выдаем сейчас. Как бы у нас поменялась в коллективе обстановка. В этом плане, как бы, людям нравится. Особенно вот в седьмой школе сейчас, там в первой, у нас пора бывает отдельное меню. Там более разнообразно за счет оборудования. Там больше у нас охват питания и выручка, потому что повара справляются быстрее с работой. Приятно смотреть, когда дети после напряженных занятий с удовольствием уплетают горячие обеды. И родители спокойны, что деньги ребята тратят не на чипсы, а калорийные блюда. Довольны и сами ученики. Нам нравится. Нам нравится. Очень вкусно. Нас хорошо очень кормят. Все вкусно очень. Все горячее, качай горячий. Все вкусно. Нам нравится. Есть вопросы, есть проблемы. Мы держим их на контроле. И действительно радует, когда мы видим, что изменения налицо. И самое главное, что эти изменения наблюдаются там, где мы работаем с детьми. Продолжение следует...